Теперь Украина. Участившиеся удары по городам и поселкам Донбасса, это отвлекающий маневр силовиков, которые таким образом прикрывают переброску новых сил и техники к линии разграничения, напрямую нарушая минские договоренности. Такой вывод делают в штабе армии ДНР, анализируя сообщения разведки. По сведениям Донецка, Киев направил в зону конфликта десятки танков, артиллерийские установки и системы залпового огня. Невольным прикрытием этой передислокации становится 11,5 тысяч мирных граждан, которые, по данным Донецкой городадминистрации, проживают в районах, постоянно попадающих под обстрелы. Люди оттуда собираются эвакуировать, подчеркивая, что обстановку стало напоминать январь этого года. Тогда, незадолго до Минска-2, был своеобразный пик противостояния. Все это может говорить о подготовке к новому наступлению. Украинские силовики используют обстрелы населённых пунктов для отвлечения внимания от предислокации своих войск к линии разраничения. Отмечается наращивание группировок войск противника в своих секторах и подготовки их к агрессии на территории ДНР и ЛНР. Так, в разведке вооружённых сил ДНР выявлено перемещение личного состава вооружения и военной техники вооружённых сил Украины к линии соприкосновения. Факты говорят о непосредственной подготовке вооружённых сил Украины к началу боевых действий. Кроме военного давления, Киев усиливает и гуманитарное. Транспортная блокада стала ещё суровее с закрытием ещё двух пунктов пропуска в Донецкой области. Через них, как заявили в ДНР, проходила почти половина всего трафика. Украинские спецслужбы объяснили своё решение тревогой за жизни людей. Но по данным ополчения, никаких обстрелов в тех районах не происходит. На заявление о заморозке двух КПП отреагировали и в Организации объединённых наций. ООН напомнила про свободу перемещения гражданских лиц и призвала не препятствовать доставке гуманитарной помощи.